Дипломы, сертификаты, благодарственные грамоты и другие ценные призы. Всё это о награды победителям акций и конкурсов федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Диктант победы написали более 10 тысяч брянцев. Отрадно, что Брянщина вошла в тройку лидеров России, которых наибольшее количество участников ответили правильно на все 25 вопросов. Среди победителей – школьники и представители старшего поколения. До тех пор, пока в нашем залах будет собираться и возрастная категория, и подростковая категория, и наша молодёжь, мы никогда не позволим перечерпнуть ту память, которую мы должны провести через года. Я думаю, это очень важно – принимать участие, чтобы больше знать о своей родине. В конкурсе школьных музеев участвовали 36 претендентов. Победителей – всего два. Конкурс состоял в том, чтобы рассказать о работе музея, как она проводит работу с учащимися, с общественностью. Не важно, какой направленности – кривический или этнографический музей. Главное, чтобы он был нацелен на привитие патриотизма. Патриотизм – это залог будущего нашей области, залог будущего нашего государства. Отдельное внимание – музей Мишковской школы Стародубского района. Он побеждает в конкурсе второй раз. Сегодня очень важно сохранить и приумножить то, что сделано предшествующими поколениями, внести свой достойный вклад. Акции вахта памяти регионального отделения «Единой России» – 15 лет. Поисковое объединение «Брянский фронт», которое возглавляет Волков Максим Александрович, он бессменный руководитель этого поискового объединения. Глубоко убежден, что это самое результативное поисковое объединение в Брянской области. Останки мы находим наших воинов. Тут даже трудно, так сказать, выразить словами это. Когда наши деды и прадеды в этих окопах защищали нашу родину, это просто берет за душу. Шесть поисковиков награждены почетными грамотами и медалями за отличия в поисковом движении. Александра Савельева, Александр Жучков. События. Брянск.